Приветствую вас! Ну, пожалуй, вот первое, о чем мне бы хотелось вам сказать, это то, почему вы боитесь обидеть свою жену. Почему вы считаете, что это её обидеть? Ведь вы говорите, в принципе, довольно важные, серьёзные вещи, которые, в общем-то, вредны для её ребёнка и так далее. С чем связано ваше опасение обидеть жену? То есть вы считаете, что она обидится? Вы думаете, что она обидится? А с чем связано такое видение? С чем связан такой вывод? У вас же были какие-то конфликты, проблемы по поводу детей или нет? Итак, это вот первое. Откуда у вас страх обидеть твою жену? Далее. Значит, понимаете ли вы, что, по сути дела, о молчании, вы показываете своим детям, что ребёнок вашей жены от первого брака, может по сути делать, по сути делать всё, что он хочет, всё, что ему думается, ну, как вот думают дети, и ему за это ничего не будет. То есть этот ребёнок, по сути, на более выгодных условиях оказывается, чем ваши дети. И ваши дети, и ваши совместные дети, и так далее. Далее. Следующий пункт. Как относится к тому, что происходит ваша жена? Как она это воспринимает? Как она это, как она к этому относится? Считает ли она что-то плохо? Или наоборот? Она считает, что это как-то вот нормально? И так далее. То есть необходимо, чтобы ваша жена выразила, ну, некую такую подпозицию по этому поводу, хотя бы вот с вашей точки зрения. Далее вам нужно за твоей женой поговорить. Всё же, в обязательном порядке, с учётом того, что я сказал, необходимо, может быть, немножечко правильно подобрать слова. То есть если вы скажете, например, сразу, что твой сын-то жадный, и так далее. Ну, это, может быть, вызовет негатив с её стороны. Пусть это будет негатив и, в общем-то, неправильный, и пусть это будет негатив, в общем-то, необоснованный, но, тем не менее, негатив может быть. Поэтому действовать вам нужно, на мой взгляд, в следующем опыте. Значит, во-первых, вам нужно просить у своей жены, не случилось ли чего с ребёнком? Её. То есть, считает ли она, что с её ребёнком всё в порядке? Считает ли она, что её ребёнка, например, ничего не беспокоит? И так далее. Она спросит вас, почему вы задаёте ей, например, такой вопрос, и на это вы можете ей вот сказать, как раз таки, то, что вот вы заметили, что ребёнок довольно много, значит, ест сладкого. То есть, вот именно ситуация, как вот вы сами её преподнесёте своей жене, и будет далее прорабатываться именно вот в таком аспекте, как вы её представите. Я могу понять, что вы опасаетесь её обидеть, но правда заключается в том, что умалчивая, значит, проблему, вы, к сожалению, её ещё больше усугубляете только, к сожалению. Поэтому я надеюсь, что вы для себя вот эти вот моменты постараетесь выделить. Я надеюсь, что вот эти моменты помогут вам лучше понимать данную проблему. Значит, ребёнок, ребёнок вашей жены в какой-то момент стал чувствовать дефицит. Уж дефицит чего он стал чувствовать, к сожалению, неизвестно. Может быть это дефицит, там, внимания к нему. Может быть это дефицит чего-то ещё. Но то, что его жадность проявилась только сейчас, с чем-то связано, и понятно, что один вы в одиночку, вы не сможете данную проблему решить, а ребёнок продолжает, по сути, себе вредить. Поэтому, чем быстрее вы преподнесёте данный факт как беспокойство за ребёнка своей жене, чем быстрее вы сможете выработать некую единую модель поведения, которая и приведёт к пониманию того, что стоит за жадностью вашего ребёнка. Ну, важного я имею в виду общего ребёнка. Вот. Ну и всё же, отношения с вашей женой я бы тоже рекомендовал бы немножко изучить, проанализировать. Потому что то, что вы боитесь её обидеть, ну, вот это вот навевает на мысль о том, что не всё у вас так гладко, как, например, вот могло бы быть. А это значит, что аннуисам всё-таки над этим тоже работают. С этим всё. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!